Гостями Центральной районной библиотеки стали сказочницы Александра Лопатина и Мария Скрипцова, авторы уникального проекта «Добрые сказки». Их театр-феи представил для ребят сказку «Сила доброты». Ой, мышоночек, пришел, вернулся. А вот я, говорит, ой, а чего ж так мало, ты мышонок. Александра – писательница, Мария – поэт. Их профессиональный тандем призван воспитывать в детях лучшие качества, проявлять творчество и смекалку. Поэтому их книги – это в первую очередь образование юного поколения. Мудрая азбука, или мудрая математика, или мудрые пословицы в сказках. Самые разные книги, у нас более 80 книг, но все они в первую очередь о доброте. А приходя в гости к детям, писательницы становятся еще и актрисами. Вот это мой помощник, мышонок Пик. Знаете, буквально за 10 минут достаточно, чтобы дети в него влюбились. И очень важно, потому что сказки оживают, и они просто раскрываются перед детьми, дети в них погружаются. В арсенале сказочниц около 3000 историй и столько же стихов. По мнению Марии Скрипцовой, вера в сказку помогает в сегодняшней жизни оставаться людьми. Мне кажется, только это и помогает. Жить, надеяться, любить, творить. Я не делю даже на детей и взрослых. Мой мир – это дети лучшие люди. И те из взрослых, которые сохранили в себе детей или детьми, наверное, они лучшие взрослые. Сегодняшняя история проста, как все гениальное. Мышонок Пик, желая помочь своим друзьям, решает попросить у могучего дерева силу волка. Да только вместе с силой получает и волчий характер. И вместо добрых делает злые поступки. Обижает не только тех, кто слабее его. Достается даже волку и родной маме. Понимая, что неправ, мышонок Пик спрашивает совета у ребят. Быть дружным. Дружным. Ой, это хорошее предложение. Дети дают хорошие и верные напутствия мышонку. И тот вновь становится добрым. Но в то же время сильным. Помогает волку стать лучше. Ребята, первоклашки и те, кто постарше, уверены, сказки каждому человеку прибавляют мудрости. Меня сказка научила быть доброй, хорошей и делиться со всеми. Для больших детей они тоже полезны, потому что они учат доброте. Думать о других, не знаю. Ну, много хорошего можно узнать в сказке. Добро побеждает зло. Истина, которая присуща каждой сказке. И именно это делает данный литературный жанр актуальным во все времена. Татьяна Брылова, Николай Карбанов, Евгений Садовский. Видное ТВ. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.